шалом дорогие друзья с вами в студии лютаревич дмитрий и мы продолжаем разбирать нашу тему значение слов и имен еврейских в писании и сегодня мы поговорим немного букве бет прошлый раз мы закончили с вами разбирать букву алиф и говорили что алиф она символизирует творца символизирует единство и мы сказали что именно первая заповедь начинается с буквы алиф но почему же тогда бытие и именно бытие оно начинается с буквы бет со второй буквы алфавита начинается все творение чтобы это лучше понять мы разберем с вами также как и разбирали букву алиф форму написания числовое значение произношение буквы бет и как раз числовое значение буквы бета но 2 это значит и говорит о множественности это говорит о размножении это говорит о разнообразии проявления творца в мире бог он непостижим написано что божьи мысли они не наши мысли нам очень тяжело понять бога нам может быть даже можно сказать что невозможно понять его полностью потому что он настолько велик и непостижимый и вот этот вот бог вот этот вот творец он что-то сотворил и вот творение которое он сделал она настолько сильно разнообразно и она как раз символизируется вот этой вот буквой бет бет это разнообразие она говорит о двойственности природы мироздания но говорит о проявлении творца в этом физическом мире но говорит о размножении потому что когда мы говорим о слове бытие бытие на еврейке звучит как берешит то есть в начале в начале всего Господь сотворил бэрешит бара эллуим бэрешит в начале бэрешит это еще можно сказать во главе всего то есть в самом начале всего с самого первого чего-то бог делает это творение и вот творение это как раз есть размножение когда ничего не было и вдруг стало что-то появляться это символизируется буквой бет как я уже сказал бет это многообразие природы я хочу чтобы мы могли прочитать с вами из книги амоса 5 глава здесь написано 5 главе 8 стих с 8 стиха кто сотворил семи звездия и ореон и притворяет смертную тень в ясное утро он день делает темным как ночь призывает воды морские и разливает их по лицу земли господь имя ему кто сотворил семи звездия и ореон есть очень много звезд на небе которые мы даже не можем все пересчитать это просто невозможно есть очень много созвездий есть очень много миллиарды миллиард галактик подобные нашей солнечной системы это настолько громадно все это говорит о великой славе творца говорит насколько он непостижим и вот это вот все многообразие природы она заключается на самом деле всего лишь в одном боге в его полноте в едином творце то тут многообразие природы она показывает нам о едином творце бета на символизирует вот это вот многообразие которую бог явил в этом мире очень интересно что слово элухим бог мы говорили про это в самом начале его числовое значение она 86 и если мы говорим про многообразие природы про саму природу которую бог сотворил про все творение на иврите природа это значит тэва но когда мы берем все вместе полностью что-то определенное мы говорим о тэва то есть ставится определенный артикль гей перед словом это указывает на что-то определенное и вот слово а тэва и слова элухим их не числовое значение но одинаково она 86 природа и бог почему но так происходит это все тоже неспроста потому что именно в природе господь выражает себя я думаю каждый помню такие слова которые написаны в послании к римлянам что через рассмотрение природы мы можем познавать творца когда мы выходим смотрим просто на небо мы видим вот эту вот красоту и тогда мы понимаем что действительно есть кто-то кто все это создал именно в природе мы видим выражение самого господа через природу мы можем ощущать не зря некоторые люди они уезжают из города чтобы провести время на природе на каком-то живом месте где есть лес или горы или река или озеро или море и они пытаются уединиться в молитве перед богом именно в таком месте получается лучше всего приблизиться к творцу потому что через рассмотрение природы мы можем познавать господа но слово тэва она происходит от другого слова лет корня от глагола который звучит как эдбия эдбия это значит поставить отпечаток что-то отпечатать то есть бог он что-то отпечатывает природа это отпечатывание чего-то где происходит это отпечатывание это отпечатывание происходит в нашем мире которое бог сотворил то есть бог отпечатывает в нашем мире в котором мы живем свое существо все это происходит через природу через тэву а тэву именно в этом мире а мир на иврите он звучит как улям который происходит от глагола или или это значит спрятать и вот если мы берем и вот это вот все собираем вместе то получается что бог он запечатал в этом мире свое существо и сущность свое существование и как не мы можем находить его и познавать его через рассмотрение природы которая спрятана в нашем мире улям улям это мир который происходит от слова спрятать то есть бог отпечатал самого себя свою сущность в природе которая спрятана в этом мире и мы должны раскрывать его и вот именно буква бет я возвращаюсь опять она символизирует вот это вот божье разнообразие вот это вот двойственность природы размножение и если мы говорим о произношении буквы бет то она произносится как байт байт это значит дом или шатер все у нас у каждого из нас есть дом в котором мы живем сегодня мы не живем шатрах мы не живем в палатках когда-то израиль жил в кущах или в палатках можно сказать когда они ходили по пустыне но слово байт она имеет более также глубокое значение потому что например жилища или дом это символ семьи это то где образовывается семья где муж и жена и дети живут вместе и строят свою жизнь это совместное созидание семья это синтез начал когда мужчина и женщина про которых мы совсем недавно с вами говорили они объединяются вместе и становятся одним целым и продолжают плодиться и размножаться бет это буква которая говорит о размножении и о построении и я думаю каждый из вас помнит такие слова которые записаны в бытие 2 главе в двадцать четвертом стихе где говорится о мужчине и женщине и говорится так потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей и будут двое одна плоть мужчина и женщина разные разные по характеру разные по внешности но вот они прилепляются вместе и вот эти вот двое становятся одной буква бет она говорит о двух разных но вот они объединяются мы говорили что мироздание которое разное но но приводит к одному творцу мужчина и женщина которые полностью разные но вот они соединяются вместе с одной стороны происходит потом размножение дети и семья строятся но из двух разных происходит что-то одно целое это также символ буквы бет очень интересно что например слово храм на иврите на русском когда мы его говорим она не имеет также никакого значения серьезному но иврите она звучит по-другому это бэйт амигдаш это дом святости и дом как я уже сказал должно быть бэйт байт буква бет это что-то два разных которые соединяются вместе что же происходит в бэйт амигдаш что же происходит в храме что он соединяет в себе и я думаю здесь не нужно долго гадать храм он соединяет себе и дух и материю господь говорит если вы мне будете служить если вы будете поклоняться мне то я буду обитать среди вас не просто в здании но среди всего народа так когда-то господь сказал израиль если вы будете послушны ходить исполнять мои заповеди и делать то что я говорю я буду обитать среди народа в новом завете написано дух божий живет внутри вас потому что вы храм божий вот это вот разнообразие вдруг объединяется в чем-то одном бэйт амигдаш дом вы дом божий где материя и дух сходятся в одном целом это произношение буквы бет давайте теперь мы с рассмотрим немного написание буквы бет очень удивительно но если вы не знаете в иврите нету больших букв все буквы в иврите они одинаковые они все маленькие или можно сказать что наоборот все большие но они все одного размера но почему-то именно первое слово в бытие которое говорит бы решит в начале именно там буква бет она идет большой она идет за главной она выделяется больше всех остальных и это единственное место где буква она большая она особенная потому что творение произошло потому что что-то начало новое зарождаться и вот если мы посмотрим как она пишется вы можете увидеть это на экране буква бет она смотрит в определенную сторону она смотрит справа налево мы знаем что вы врите все пишется справа налево в отличие от русского языка и вот бет она смотрит в одну определенную сторону с одной стороны она закрыта а с другой стороны она открыта она показывает направление и вот что это подразумевает Я знаю, что многие задаются вопросом и говорят, а что же было до начала? Что же было до того, когда Бог все сотворил, когда Он сотворил нашу землю, когда Он сотворил звезды? И многие люди пытаются копаться в этом, пытаются разобраться, пытаются какими-то разными путями найти ответ на этот вопрос и очень глубоко и далеко уходят в этом, в разную мистику и иногда даже у многих просто срывают крышу, извините за выражение. Но именно в букве Б мы видим, Бог говорит нам, не смотри на то, что было до начала. Я тебе показываю путь вперед, смотри, что будет впереди, смотри, что можно строить, смотри, что я строю, смотри всегда вперед. Не копайся, не углубляйся, ты все равно не поймешь, что было там. Может быть потом, когда мы встретимся с Господом, мы сможем хоть как-то что-то понять, но пока мы здесь, живем на этой земле, Бог просто предупреждает нас, вот через эту вот букву, Он говорит, не ломай себе голову, смотри вперед. Потому что то, что сзади, это не для тебя, это сокрыто. И мы читаем такие стихи из Писания, есть что-то, что сокрытое, оно у Господа, а что явно и понятно, оно для человека. Бог говорит, вот она буква Б, она смотрит вперед. Размышляй над тем, что я сделал, размышляй над тем, что я тебе даю и чему я тебя учу. И размышляй над теми заповедями, которые я тебе говорю и повелениями, которые я тебе повелеваю. Вот над ними размышляй, углубляйся, изучай и думай. И не смотри на то, что было сзади до сотворения, потому что это не для тебя. Можно по-другому на это посмотреть. Мы можем увидеть в этой букве Б, которая смотрит именно в одну сторону предназначения человека. Бог говорит, и мы говорили об этом, что Бог желает, чтобы человек был подобный Ему. Бог говорит, не останавливайся никогда в своей жизни. Всегда двигайся вперед. Это дорога, которую я тебе показываю. Двигайся вперед, основываясь, полагаясь на Господа. И ты сможешь пройти многое. Ничего не удержит тебя. Никакая преграда не остановит тебя, если в Боге будет твоя сила. Очень многие из людей, они притыкаются о обстоятельствах разных, которые происходят в их жизни. Иногда кто-то кого-то обидел. И многие притыкаются. Но Бог говорит, не останавливайся, двигайся вперед. Я хочу, чтобы ты мог всегда что-то строить, чтобы ты двигался. Бог говорит, как я сотворил эту землю, и было размножение, и было строительство. Двигайся вперед. Не останавливайся на том, что ты уже достиг. Мы помним такие слова, когда Павел говорил, он говорил, я не смотрю назад. Я не останавливаюсь, но я распространяюсь вперед и желаю, что может быть я еще чего-то достигну. Вот этого хочет от нас Господь. Он хочет, чтобы мы достигали новых-новых и новых вершин. Чтобы мы могли плодиться и размножаться. Исполнять его повеление. И строить то, к чему он нас предназначил. Это все, оно входит в букву Бет. Но здесь есть еще что-то особенное. У буквы Бет, вы можете увидеть, у нее есть основание. У других букв в алфавите нету такого основания, прочного, как есть у буквы Бет. Мы видим основу, такая палка, на которой держится вся эта буква. И о чем это говорит? Это говорит о крепком и твердом основании. Кто наше основание? В Писании мы читаем Исайя, 28 глава. Здесь написано, что Бог положил основание. И это основание, это есть тот краеугольный камень. Я хочу зачитать просто эти стихи. Исайя, 28 глава, 16 стих. И здесь написано. «Посему так, говорит Господь Бог, вот, я полагаю, в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». В 1 Петре написаны такие же стихи. 1 Петра, 2 глава, 6 стих. Есть камень краеугольный, который Бог положил. Этот камень, это есть Ишуа, наш Мессия. И тот, кто уповает на него, он никогда не постыдится. Господь говорит, я хочу, чтобы ты двигался вперед, но чтобы ты строил на этом основании. В 1 Петре, 3 главе, с 10 по 15 стих, там задается вопрос и говорится о том, смотри, на чем ты строишь. Каждый из нас строит на разном. Он говорит, основание всегда одно. Основание или краеугольный камень, как платформа, которая есть у буквы Б, это Ишуа, Мессия. Он положен в основание, и все мы на нем строим. Оно основание. Но некоторые берут и строят по-разному. Кто-то строит из соломы, а кто-то строит из железа или из золота, или из пластика. Каждый строит по-разному. Основание оно одно. Бог говорит, я хочу, чтобы твое основание, оно было крепким, которое является Ишуа, Мессия. И чтобы ты строил правильно свой дом. Не физический дом. А чтобы ты строил свою жизнь, верно, основываясь на этом основании. Ишуа когда-то сказал притчу про строительство дома. Что один построил на камне, а другой построил на песке. И если нет у тебя основания, на которое ты можешь положиться. Если у тебя нет Ишуа, твоего Мессии, то ты бедный человек. То любая волна, любой дождь, любое разлитие, вот, оно просто смоет тебя. Может быть на первый раз ты продержишься, но придет другая волна, и она унесет тебя. Уповай на Ишуа, нашего Мессию, которого Господь послал для каждого из нас. Ибо он есть краеугольный камень. Он есть тот, на котором мы можем строить. И тогда ничего не сможет удержать тебя. И тогда все двери вперед тебе будут открыты. Но ты должен прилагаться, уповая на Господа. Потому что не мы открываем эти двери, а сам Господь. Я благодарю вас за то, что вы были с нами. И мы встретимся с вами в следующий раз. Спасибо и всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!